Всем привет! Сегодня я вам покажу заказ из компании Ariflame. Я его сделала практически в первый день действующего каталога. Не этого, а предыдущего, соответственно. По каталогу 15, если говорить о цифрах. Так как мне важно было получить средства, которые, возможно, через 3 дня после действия закончились бы на складе. Но вероятность такая есть. Но давайте начнем, наверное, с самого главного. Это система по уходу за кожей лица. У меня сейчас средство подходит к концу. Тоже из серии Optimals. Правда, эта линейка уже снята с производства. То есть ее уже не выпускают. И я купила обновленную серию Optimals. Я вам сейчас ее продемонстрирую. Первое, что у нас вышло в этой обновленной серии, но, правда, не в этом каталоге, а уже несколько каталогов назад, это гель для очищения кожи лица. Сейчас не очень хорошо видно, хотя, если присмотреться, тут есть скрабирующие синие вещества. Гель достаточно жидкий. Удивительно, но мне казалось, что если средство густое, то его нужно совсем чуть-чуть использовать на коже лица, соответственно, чтобы покрыть всю поверхность. Как правило, жидкие гели вот такие вот для очищения очень быстро расходуются, потому что не контролируется выдавливание необходимого средства на ладонь. Ну и плюс, смотрите, здесь большая часть средств просто отсутствует. То есть обычно оно не доливает, наверное, где-то в районе вот такого вот, да. Ну, очень странно. То есть получается, что тут средства чуть больше половины. Вот мне это, конечно, не очень нравится, при том, что оно очень жидкое. То есть не могу пока ничего сказать, не пробовала. Попробую, обязательно вам скажу. Вот сейчас, кстати, очень хорошо видно. Видите, такие вот синие гранулы. Здесь, соответственно, он не запаян. Вот запах. Ну, достаточно такой приятный, освежающий запах. Собственно говоря, попробую, обязательно вам потом расскажу. Но мне не очень понравилось, что здесь больше половины тюбика средств просто отсутствует. То есть не совсем понятно, за что я плачу деньги. Следующее, что было в этой же серии, ну, прям я вам поэтапно рассказываю, да, уход за лицом, уход за кожей лица. Вот. Следующее средство, это у нас с вами тоник. Из той же серии Optimal Hydro Refreshing Toner All Skins. Кстати, хочу отметить, что это для всех типов кожи. Здесь у нас с вами, наверное, миллилитров 200, да, 200 миллилитров. Вот. Скорее всего, здесь тоже не запаяно. Сейчас с вами посмотрим. Нет, не запаяно тоже. Такой же тюбик. Ну, также пахнет освежающим. Чем-то освежающим. Не знаю, там надо смотреть состав. Ну, в принципе, там, по-моему, входит очень много натуральных ингредиентов, как нам заявляет заказчик. Ну, посмотрим. Следующее, что будет также использоваться в дополнение к данному уходу. К данному уходу будет использоваться еще два средства. Днем я планирую, значит, наносить сыворотку. Это новинка этого каталога. Тоже для всех типов кожи. Увлажняющая гель-сыворотка для лица. Ой, не люблю я вот эти вот открывающиеся коробочки, потому что обычно они все рвутся. Так, как же она выглядит? Вот таким вот образом хочу заметить, что здесь нет колпачка. Что тоже очень странно, потому что обычно сыворотки, ну, это такое средство, которое требует... Просто необходимо закрытие, вот, собственно, от этого носика с выдавливающим компонентом. Ну, ладно, не суть дела этого, уже придираюсь я. Здесь у нас с вами 30 мл. Хочу обратить внимание, что это стекло. Это очень хорошо, что это стекло. А гель, увлажняющийся... Ну, не знаю, сейчас очень плохо видно, конечно. Он достаточно очень густой. Очень вот. Это очень хорошо, что он густой. Ну, и, собственно говоря, то есть вот после некоторых стадий очищения, значит, дополнительного увлажнения и нанесения сыворотки, это будет мой как раз-таки дневной уход. Дополнение к ночному я взяла, естественно, как я и говорила, капсулу Новый Идж. Здесь, значит, внутри 6 капсулы с маслами. Ну, я не знаю, сейчас не буду, наверное, открывать, потому что я знаю, что они 100% запаяны. Вот, я вам потом как-нибудь покажу. Здесь вот такая вот крышечка идет и вот такая вот баночка. Хочу отметить, что когда только вышли эти капсулы и можно было их получить в подарок, баночка там была совсем другого формата. Она была овальная. Для меня сейчас, конечно, удивление увидеть вот такого плана баночку. Мне эти капсулы очень нравятся. Я расходы, знаю, что девочки многие расходуют одну штучку, делят на два раза. Я покрываю одной штучкой, значит, использую, точнее, за один заход. Я наношу и на кожу лица, и на зону декольте, и, соответственно, на зону шеи. Поэтому у меня расходуется полная одна капсула. Я не жалею, потому что жалеть, понимаете, на своем здоровье, на своей коже, коже, в общем-то, это грех. Поэтому я стараюсь беречь свой организм, беречь свою кожу, и не только лица, но и всего тела. Поэтому, конечно, стараюсь заботиться в полном объеме, пока есть возможность. Вот такие вот замечательные капсулы я буду использовать, соответственно, на ночь. Почему на ночь? Хотя я использовала их один раз и утром до этого, и они очень быстро впитываются. То есть это масло достаточно питательно, очень быстро впитывается. На нее можно сразу наносить там тональный крем, пудру, что вы захотите. Мне, в принципе, нравится использовать на ночь, так как сейчас кожа, соответственно, у нас сейчас зима, и дополнительное питание, я считаю, нужно просто именно на ночной период. Итак, давайте пойдем дальше, не будем много болтать. Следующее, что я заказала, простите, это шампунь для волос с маслом чайного дерева и репейником. Очень давно мне хотелось его попробовать, я открывать не буду, так как здесь есть заглушка. У меня пока сейчас в ванной комнате находится шампунь, который я покупала в прошлом каталоге, два в одном, с маслом миндального молочка и кондиционером. Что хочу сказать про этот шампунь сразу. За счет того, что это шампунь два в одном с кондиционером, он немного подсушивает мои волосы. Но, в принципе, они достаточно быстро сохнут после этого, я не пользуюсь феном. И они достаточно плотные по текстуре. Но, конечно, я понимаю, что мне к этому средству необходим дополнительный уход все-таки, потому что все-таки волосы немного суховатые остаются после этого шампуня. Вот, давайте пойдем дальше. Следующее, это новинка каталога. Крем для ног из серии Fit Up. Морозная вишня. Лимитированная коллекция Limited Edition. Мне очень понравился запах. Здесь также не запаяно. У меня сейчас очень приятный аромат. У меня сейчас в использовании крем для ног, по-моему, что-то с каким-то там деревом, с элементами. В общем, честно говоря, сейчас не скажу. Там Food Wood, что-то из этой серии. Какие-то там древесные нотки, значит, в аромате. Я его начала еще использовать в начале лета, и до сих пор почему-то я его не закончила, но буду стараться использовать. Просто не всегда, к сожалению, есть возможность нанести еще после душа, в общем-то, на ночь, да, надеть суперносочки, которые дополнительно будут увлажнять ноги. Но надо стараться, конечно, себя заставлять, потому что наша лень – это наши потом последствия того, что мы с вами пожинаем. Ну ладно, не об этом речь. Давайте посмотрим, что дальше. Следующая – это лимитированная коллекция Sparkling Collection Bubble Bath. Это у нас пена для ванны. Здесь у нас идет, по-моему, с ароматом персика. Она запаяна. Я сейчас пока не буду открывать, но я ее через несколько дней открою. Я знаю, что очень приятный аромат имеет. Здесь, кстати говоря, 500 мл. Очень приятная такая баночка. Мне кажется, если вы закажете кому-то на подарок для ваших знакомых, любимых, там, я не знаю, и так далее, список можно перечислить, им очень понравится, потому что она очень так достойно оформлена. Жидкость сама непрозрачная, она такая имеет слегка оранжевый цвет, перламутровый, то есть очень красивая баночка, стильная. И к ней, я взяла как наборчик, и к ней шел лосьон для тела. Здесь 150 мл. Вот, кстати, лосьон не запаян, и мы его с вами можем понюхать. Сейчас понюхаю. Знаете, мне напоминает чем-то, жевательную резинку с персиком такой, знаете, или со вкусом абрикоса, вот такой вот. Раньше в детстве такие были, очень приятный, достойный аромат. И хорошие такие средства на подарок. Так что обратите внимание, я знаю, что будет в следующих каталогах по какой-то, ну, то есть какой-то там, по-моему, сказочной цене. Посмотрите, может быть, вам понравится. Следующее, и, наверное, самое-самое уже интересное. Мы приближаемся. Я самое интересное оставила, конечно же, на потом. Так, ну и давайте посмотрим. Это матирующие салфетки для лица из серии Optimals. Face Blotting Tishes. Очень плохо видно просто. Здесь, по-моему, 50-50 штучек здесь. Мне, в принципе, эти салфетки нравятся матирующие, но они по качеству, на мой взгляд, все-таки Mary Kay уступают. То есть, если выбирать между Ariflame и Mary Kay, я выберу Mary Kay. Но так как уже я сделала заказ ранее и не успела заказать, то я сделала заказ, соответственно, в компании Ariflame. Они сейчас просто необходимы, потому что сейчас в офисах очень душно. Вот, поэтому необходимый продукт. Следующее, что было, это мыло French Provence. Французский Provence с апельсинкой и лавандой. Гель, я, к сожалению, не успела приобрести, потому что просто отсутствовал в этот период и в городе, и не было возможности, соответственно, и доступа к этому. Но когда появится там в распродажах, либо по какой-то скидке будет, я обязательно куплю. Конечно, покупать его сейчас, по-моему, он стоит рублей, наверное, 400, либо 500, я не собираюсь, конечно же. Может быть, даже дороже, не знаю. И самое-самое интересное. Продолжаем, кстати, медальный зачет. Пришли также опять медальки. У меня уже их накоплено 27 штук. Скажу честно, я их специально не накапливаю, потому что я просто покупаю продукты, которые мне необходимы. И оказывается, что потом на итоговом шаге у меня накоплено уже 27 медалей. Я обязательно вам покажу, когда будем рассматривать следующий каталог, что я планирую заказать на эти медали. Итак. У нас остались с вами парфюмерные новиночки. И начну я, конечно же, с первого аромата. Это Poses. Здесь у нас с вами, это мини-спрей 8 мл. Давайте мы с вами все сейчас откроем, потому что куплено все для меня. Я успела, успела заказать, и мне все это привезли. Все товары были на складе. Я ничуть не жалею, пробника Poses у меня не было, но я тестировала страничку ароматизированную. Мне очень понравился данный аромат. Я бы сказала, что это даже зимний аромат как раз на холодное время года. Вот так вот выглядит сама баночка. Так, надо, чтобы было не кверх ногами. Вот так вот. Давайте я вот так покажу. На зеленом фоне очень хорошо видно. То есть, я даже хочу сказать, что я не просто так снимаю на зеленом фоне. Все продумано. Значит, вот так вот выглядит сама баночка. Пауза достаточно маленькая, если вы можете видеть, по сравнению с рукой. Ну и давайте протестируем аромат. О нем я расскажу о своих впечатлениях после того, как мы будем, ну в тот момент, когда будем листать каталог. Сейчас я просто попробую. С первых минут, точнее секунд, чувствую, что, знаете, такой шипровый сладкий аромат. Очень мне нравится. Очень прям вот достаточно приятный. Приятный сладкий шипровый аромат. Второе, что я заказала, конечно же, легендарная Giordani Gold Essence. Даже в двух штучках. Откроем с вами одну. Очень многие в восторге от этой водички. Цена ее, по-моему, в районе 3000 рублей с чем-то. Но это, в принципе, нормальная цена для аромата, если он, в общем-то, качественно сделан. И достаточно стойкий, да. И приятный, самое главное, приятный аромат. То есть, это не просто аромат какой-то дешевой воды, а именно достойный аромат. Давайте посмотрим, что же там внутри. И здесь мы с вами видим тоже такую же бутылочку, только уже с надписью Giordani Gold Essence. Также давайте протестируем аромат. Достаточно, кстати, легко снимается, но при этом на каком-то этапе очень... То есть, крышечка не выскользнет у вас. Ну, сейчас мы почувствуем этот аромат. Очень приятный. Мне очень нравятся цитрусы. Здесь есть, по-моему, флердоранж и цветки цитруса. В общем-то, там нотки все вы можете почитать в интернете. Не буду останавливать на это внимание. Но мне очень нравится. То есть, он очень многогранный аромат. И очень-очень тонкий, изящный. Вот я прямо сейчас чувствую. Мне очень нравится. То есть, вот я в восторге и не пожалела, что я взяла две штучки. Конечно, нужно будет потом приобрести и полноразмерную версию. Итак, следующий, последний товар в моем заказе. Как я и говорила, я купила на Абум. Соответственно, парфюмированную воду Сублим Натюр. Бобы Тонко, Тонко Бим. Здесь у нас с вами 50 мл. Хочу обратить ваше внимание, как оформлен данный флакон. Здесь есть вот такая вот рифленая поверхность. То есть, сейчас камера очень хорошо все передает. Мне нравится, что аромат упакован в слюду. Кстати, маленькие ароматы тоже были упакованы в слюду. Это очень важно. Коробочка пришла непомятая. То есть, все достаточно качественно упаковано. Здесь есть значок компании Арифлейм. И вот такая вот коробочка. Очень-очень качественно смотрится. То есть, даже если вы возьмете на подарок, это будет очень достойный презент. Итак, мы с вами открываем. Давайте вместе посмотрим. Крышечка на самом деле светло-оранжевого цвета. Вот сейчас вы можете видеть. Здесь, вот смотрите, как очень все оригинально продумано. Давайте посмотрим. Вот так вот выезжает наш аромат с вами. Вот так вот выглядит сама бутылочка. Вот сейчас вы можете видеть, что аромат имеет светло-оранжевый оттенок. То есть, он не прозрачный. Он светло-оранжевый. Не знаю, как показать. Вот сейчас правильно передает цвет. Он светло-оранжевый. Вот такая вот красивая бутылочка. Изящная. Здесь также есть на задней части вот такая вот рифленая впадина. В 3D. Вот сейчас она очень хорошо видна. Очень достойный аромат. Очень хорошая здесь крышечка с вами. И сейчас мы его с вами протестируем. Я брала его на Абу. Честно признаюсь, мне понравился аромат в каталоге. Сейчас попробуем. Очень понравился аромат с ароматизированной странички в каталоге. И я взяла его на Абу. Я надеюсь, что я не пожалела. Нет, ребят, я скажу, что я не пожалела. Очень тонкий аромат. Древесный такой, сладкий, непритерно-сладкий, но такой легкая, легкая какая-то сладость. И я почему-то чувствую такую, знаете, не прохладу, но как будто бы свежесть какую-то. То есть такой вот свежий, легко-сладкий, если можно так выразиться, аромат. Очень мне нравится. Я не пожалела, что его приобрела. Сейчас мы с вами посмотрим каталог следующий, что я планирую заказать в следующем каталоге. Там уже есть и клиентские заказы. Ну и, соответственно, потом расскажу свое впечатление об ароматах, которые я приобрела. Оставайтесь со мной. Всем пока-пока. Так, снова всем привет. Сейчас мы с вами посмотрим каталог, который будет действовать с 20 ноября по 9 декабря 2017 года. Начну я с тех продуктов, которые я выбрала для себя. Ну, наверное, даже не для себя. Я вам просто покажу то, что я планирую заказать. А там уже покажу по факту, что придет, где заказ клиентский и где мой заказ. Вот такой вот набор лосьон для рук и тела с маслом, с магнолией и инжиром Essence Co. Очень приятный аромат, очень достойная коллекция премиальная, поэтому я ее планирую заказать. Тем более, никогда не помешает, знаете, тут тем более средство, оно универсальное. Это лосьон для рук и тела и жидкое мыло для рук и тела. То есть, скорее, идет как гель и как мыло для рук. То есть, очень удобно. Следующее, что я планирую, у меня гигиеничка подходит сейчас к концу. Я планирую заказать вот такой вот блеск для губ с эффектом сияния The One. Он на самом деле вот такой вот прозрачный. Вы можете его, в принципе, наносить на любую помаду, и он будет дополнительный вам блеск давать. Мне нужен просто прозрачный. Я зимой стараюсь не использовать, я имею ввиду, не с утра, а именно в послевечернее время, да, когда вы куда-то идете, уже там после работы, либо, я не знаю, на прогулку какую-то. Я стараюсь не использовать помады, там, блески, а просто увлажнить губы. Следующее, что я планирую закупить, это мочалка для душа. Вот такая вот в красном цвете, стоимостью 105 рублей по каталогу. Следующее, это лаки Giordani Gold. Вот планирую именно такого цвета бордового и цвет королевский изумрудный. Вот он у девушки на руках, но он очень красивый. Я люблю такие цвета, его я тоже планирую купить. Так, следующее, что также, это витамины Wellness Pack для женщин. Сейчас я уже чувствую на своем организме, по своему самочувствию, что мне не хватает витаминов, и я планирую их купить. Как я уже говорила, я ежегодно, два раза в год пью витамины. Раньше это были Витрум. После того, как я познакомилась с Арифлейм, я пью Арифлеймовские витамины. Мне они очень нравятся. Мне нравится эффект. И не только изнутри, но и снаружи, то есть то, как это отражается на моей коже. Следующее, что также, что там же планируется, это у нас с вами вот такие вот наборчики. Мыло авокадо туда входит в наборчик. И крем для душа, и мыло авокадо, и отшелушивающий гель для душа, малина и мята. Также вот эти два наборчика. Далее шампунь, два в одном, два XL 500 мл с ромашкой. Также наборчики кубинские ритмы и пляжи Майами. Сюда входит гель для душа и мыло. Также, что еще, что еще. Ну и последнее, что планируется заказать, это у нас с вами крем для рук и тела. Опять же, хочу сказать, что это крем для рук и тела. Молоко и мед, золотая орхидея. Праздничная коллекция. Вот он будет стоить, там 199 рублей. Я думаю, что... 199 рублей за 250 мл. То есть, баночка небольшая, но при этом, граничная коллекция очень достойная. Вот такие вот я планирую сделать покупки в следующем каталоге. А сейчас немножко поговорим с вами о водичках. Итак, первая водичка это Poses. Все-таки она очень сладкая. Я, конечно, еще ее потестирую в условиях определенных. Вот. Она, в принципе, неплохая, но она очень-очень сладкая, очень приторная. Следующий аромат это у нас с вами Giordani Gold Essence. Что могу сказать про него? Он мне очень нравится. То есть, в нем очень... Он очень многогранный. И мне кажется, что он... Именно вот на моей коже цитрусы звучат как-то по-другому. То есть, через каждые 10 минут по-своему раскрывается. Очень мне нравится. И обязательно приобрету полноразмерную версию. Что же сказать про аромат Tonka Bean? В принципе, он неплохой. Он очень, как я уже говорила, не сладкий. Но пахнет очень приятно. Очень такой легкий. Мне кажется, мне подойдет. Я люблю такой оттенок аромата. Пряный. С легкими нотками свежести. То есть, я думаю, что подойдет. Его тоже надо тестировать. Поэтому пока не могу ничего сказать. Однозначно понравилась Giordani Gold Essence. Вот прямо сейчас могу сказать, что да. Poses пока тестирую. И бобы тонко, соответственно, тоже. Такие вот у меня были покупочки. Всем отличных выходных. Всех с наступающими праздниками. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok